Мамбо 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 Старктапер, который хочет Приобщиться к опыту Финамо в участии в венчурных сделках Должен прийти 22 сентября в Сохо Я буду рад вас там видеть Как видите дорогие друзья Владислав Кочетков здесь и сейчас И я надеюсь, что Да, 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 ваши аплодисменты Что он будет рад вас видеть Всех Владислав Кочетков Президент группы компании Финамо, та самая компания Которая проинвестировала и в Бегун и в мамбу и в воду те самые приложения на которых почти все вы есть включая меня тебе микрофон владислав а можно музыка потише чуть на фоне нашего логотипа стартап шоу начнем небольшую сессию с тобой в режиме там диалога вопрос ответа ты просмотрел проекты твое мнение что понравилось что не понравилось что отметил с кем бы хотел более подробно пообщаться посмотрел сейчас даже записи свои открою что понравилось проекты интересные живые активные даже агрессивно это хорошо не понравилось что первое а в структуре затрат у многих половина то и больше уходит на зарплату не на развитие ну вот это вот мне как инвестору сильно не нравится я хочу компания росла и не хочу платить зарплату сами зарабатывать на зарплату в конце концов не понравилось что доля клонов достаточно большая прямым текстом проекты есть китае есть в сша и так далее если не клон тема хорошая купить от есть кусок рынка потом продаться это живо но лучше когда проект уникальный потому что это не клон под перепродажу а проект под глобальное развитие то что любой инвестор покупает проект не на локальный рынок а чтоб захватить мир между прочим и когда мы просто берем небольшой кусочек маленького российского рынка что потом американцам не китайцам продать доходно но скучно а так в принципе социальная направленность хорошо проекты когда вот эти смотрел а в двух аспектах оценивал примерял на себя как на потребителей и на себя как инвестора вот как инвестора целом заинтересовал проект как у нас называется фьючер банк а я понимаю что там требуется фьючер банк там вот так вот сидит мой коллега в уголке скромно представитель директоров банка финам он когда услышал у него глаза загорелись мы сейчас активно активную тему с м фошками развиваем так что можно с ним пообщаться основная конечно проблема там фондирование бешеное потребуется для того чтобы бизнес развивать а в нынешней россии фондирование дорого но есть есть новые там технологии то же самое пир-то-пир которые применимы для финтех можно развивать то есть стоит пообщаться ну возвращаясь вот социальная направленность наложены том числе на себя на своих близких очень хорошо что именно вот социальные стартапы развиваются я услышал что нет промышленных стартапов может быть нет там популярного биотеха и прочее но тем не менее очень хорошая репрезентативность всего что связано с айти в том числе айти социального не только коммерческого это круто я вам сказать так что тема айти она сейчас ну ее невозможно не обойти потому что ни одна железяка ни один шпунтик без айти уже не заработает ну просто по-любому потому что программу надо написать чип надо вставить куда-то собственно оно будет работать поэтому даже наши автомобиль на которых мы ездим и которые сами без нас начинают парковаться выезжайте ехать это сплошной айти потому что все остальное железо тоже каменный век это что 20 лет назад или 40 назад было скажи что из проектов ну по то что не очень понравилось я понял из тех что понравилось это футубанк все или что-то еще нет фьючер банк понравился хороший проект собственно бирка хоть тоже полуклон но проект хороший весь и не вложился бы но вроде бы проект полезный и из плюсов все-таки финам это не посевной инвестор это инвестор раунда в би си мы берем компании которые уже начали приносить деньги да они дороже но нам с ними работать комфортно это как раз компания нашего раунда хотя по моим оценкам я такой проект сделаю за два месяца ресурсами финама и x рынка вытеснил но молодцы рынок взяли развивается отлично армения форева круто круто да 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 ребят если вы не успеваете замысливал деслава то нужно сделать апдейт срочно да потому что то то о чем говорит он это прям вот заметь да когда человек произносит что мне это интересно да но давай подойдем здесь у нас есть сертификат на акцию apple incorporated на самом деле вот у меня вот тут на набор стартапов порвал стереотип я же уже все спланировал что я подарю акцию скажу что можно получить его придя к нам в офис и надеюсь что через пять лет вы будете сторожи стоить дороже чем apple но вот я вручусь проект сертификат компании который ну никогда не будет стоить триллион долларов и миллиард долларов не будет стоить и даже миллиард рублей не будет стоить ну стартап шоу что проект правильный полезный продуманный его сложно монетизировать скорее всего это будет какие-то спонсорские деньги гранты государственные ресурсы но из всего что я увидел он да я верю что биотех пойдет вперед и через 20 лет уже жизнь будет вечной но тем не менее сертификат отдам дедушки и более на сцену а более того готов предложить ресурсы финама в плане разработки так и в плане фронт-энда проекта потому что не скажу что есть лишние ресурсы но дело хорошее и готовы помогать спасибо большое что вы это делаете спасибо вот такой маленький а приятный приз но я думаю что те проекты которые владислав только что уже назвал по интересу и потом после сцены пообщайтесь вот я очень рад что вы услышали свои имена собственно от владислава спасибо большое тебе огромное все проходи а мы с владиславом переходим к нашему такому дальнейшему этапу пичи потому что нам нужно было узнать его мнение по проектам плюсы минусы наградить ну и следующая история такова у нас все мы слышали о том что финаму ты инвестировал и в бегун и в баду и в мамбу да а что больше вот вообще в том портфеле который у финама сейчас есть на 1 и 2 миллиарда долларов что вот первая тройка лидеров по радости от вложений скажем так проекты приносящие радость не только морально но и финансовые наоборот но если обращаться в историю что конечно первенец бегун традиционно самый любимый да там многое не сложилось могла быть финальная мега сделка когда остатки бегуна у нас и рамблера хотел выкупить гугл гуглу запретили эту сделку фаз потому что гугл недостаточно прозрачная с точки зрения структуры собственности компания а так бы это было бы вообще космическая сделка но сделка отличная на втором месте наверное баду баду самая дорогая компания в нашем портфеле стоит она ну по нашим оценкам понятно что реальную цену дает рынок сделка по экзиту поэтому это с какой-то долей субъективно но стоимость всей компании сейчас порядка двух миллиардов долларов это такой достаточно сытый единорог который комфортно себя чувствует насчет третьего места а вот неожиданно тут было два финтеховский проекта и про платизу даже говорили небольшой проект проект тоже клон даже полуклон датю клон свонги его списали в свое время к россии адаптировали и запустили нормально пошел это проект плати за кредитование в интернете он мне близок тем что этот проект наиболее синергетичен с другими структурами финама мы сейчас запустили новый продукт финам перту пир который вот с коллегой общались за сигаретой летит бешенными темпами уже 30 процентов фондирования плати за обеспечивают он чем с рынка без продвижения в общем это такой локомотив финтеха он мне нравится у него отличные перспективы хоть и клон которых я критиковал но по поводу пир-то-пир но ты знаешь что у меня есть мессенджер собственно говоря и мы даже общались на я рассчитываю что платить за то рано или поздно станет да вот я просто о чем скажу у меня есть мессенджер он криптографически защищает звонки от прослушки вы его не скачаете потому что только по внутренней подписке пока что идет для для ста счастливчиков в нашей стране вот иван мне ссылку так и не прислал мессенджер показал перспективы обсудили видео про мессенджер прислала оценку на мессенджер не прислал не прислал да это факт ну просто пока нет свободного места там как бы каждое место и 10 10 10 10 10 долларов в месяц стоит что полица абсолютно защищенной связи вот поэтому нет свободным сейчас она освободится у нас скоро одно местечко я скину ссылку на одну скачку внутреннюю вот и я к чему говорю к тому что пир-то-пир мыслимо мы общались с тобой что может быть перспективе я на это надеюсь и я надеюсь ты что скоро и внутри нашу мессенджер первых он станет паблик а вторых в нем как раз и будет пир-то-пир переводы но еще одна киллер фича который я мечтаю она называется сам себе банкир то есть если к примеру у вас на счету есть миллион рублей и вы готовы дать по 5000 рублей в руки неизвестным людям допустим по 10 процентов в месяц то вы просто ставите 5000 10 процентов и просто дать и есть какие-то люди на всей планете которым ну срочно нужны деньги перекрыться еще что-то такое там они же начинают взять и за одну секунду вы становитесь сам себе банкиром то есть может своим друзьям ну приходит друзья дай денег взаймы вроде отказать сложный друзей потерять не хочется лишь вон там через приложение там тебе дадут вот такая киллер фича но я перейдем это небольшое отступление то то о чем мы говорили хотелось вам сказать а еще заметь какое вот какую скорость он начал разговор и я за ним как сумасшедшие не слышать то есть такой же скоростью говорю по проектам пробежались по портфелю понятно скажи пожалуйста а вот сейчас да вот как бы в наше время финам непосредственно делать какие-нибудь программы для вот компаний которые хотели получить бы кредит в банке но они не могут это сделать потому что ну там ну там почему-то не могут они понятно из регулятора например потому что банки участка не дают кредиты нормальный банк сейчас собирает деньги и сидит на деньгах он не любит их раздавать просто не очень верит в экономику потому что него давит регулятор это понятно у нас между тем продукты есть конечно все таки основные продукты это финам как два венчурных фонда финсайт венчурс которые вкладывают финтех и финам глобал которые вкладывают в сегменты интернет рекламы дейтинга и смежные с ними то есть первое первая возможность это получить деньги от финама даже если денег не дадим поможем советом как минимум направим кому лучше обратиться есть венчурные фонды есть институты развития кстати о них многих не знает но у них есть деньги как ни странно они периодически эти деньги даются ими можно работать тема хорошая ну и есть продукты у банка финамы еще несколько лет назад мы запустили продукт кредитования айти компаний да мы в этом плане достаточно прагматично мы кредитуем те компании которые случае если они не смогут погасить кредит хорошо впишутся в наш венчурный портфель когда мы их заберем себе если они смогут погасить кредит да прагматично но это снижает наши риски и готовы рассматривать в том числе в плане кредитования айти компания не ранний венчур не посев но компании которым нужны деньги на развитие нам интересно о кто-нибудь знал вообще об этом что такие чудеса бывают на виражах да вот я тоже не знал выше расскажи в двух словах вот я слышал там краем ухо эту историю что основатель финам банка это тоже айтишник он живет в нью-йорке вообще кто этот чудо человек ну не совсем айтишник но рынку не чужой виктор ремша основатель финама в девяносто четвертом году закончил мгту имени баумана и закрыв пивной ларек который держал студенческие годы основнал финам который со временем стал крупнейшей российской брокерской компании одним из лидеров венчурной индустрии причем глобальных масштабах достаточно заметным он сейчас живет в нью-йорке да живет ну он живет то в нью-йорке то в москве но больше времени последние несколько лет проводит нью-йорке потому что он все таки в душе скорее стартапер а если российский бизнес он большой уже бюрократичный местами медленной то все таки америка ну там тоже достаточно большой брокер уже 15 тысяч клиентов для россии много для америки ну в начале пути там свободнее комфортнее он создает новый проект захватывает новый рынок поэтому больше времени проводит там хотя о нас не забывает о как интересно так друзья если у вас какие-нибудь вопросы в зале вот у стартаперфу наших же например или у зрительного зала у регионов представители гос власти есть вопросы какие-нибудь к нашему супер гостю владиславу окей раз нет а продолжим скажи а вот из последних ну про баду понятно про маму понятно все таки портфельные вещи они самые такие мастодонты по-другому не скажешь что за 16 год потому что скоро концу подходит собственно говоря уже да в какие проекты сколько было вложено какие стадии как развиваются вообще успешно не успешное вложение ну суммы мы все таки обычно не озвучиваем идеи ограничивает из интересных проектов которые мы инвестируем 16 году я бы отметил эрнест это второй по размерам американский сервис студенческого финансирования и рефинансирования студенческих кредитов триллионного рынка который растет на 15 20 процентов в год эта компания один из его лидеров растет быстрее рынка и потенциально это крупная публичная компания с отличными с отличным скорингом и всем что полагается тем кто кредитует и рефинансирует вторая инвестиция которую мне нравится и которая опять же том числе за счет того что она имеет синергию с другими проектами финама мы инвестировали в российский сервис который называется налоги ru он ну компаний который позволяет заполнить в интернете налоговую декларацию дофига вот вы суньтесь и там будет 40 страниц яндекса фишка налогии то что они научились эту самую декларацию подавать в режиме онлайн без посещения налоговой и так далее они генерируют вам квалифицированную цп и через эту цп вы можете подать декларацию я подал все нормально всего на месяц мне выплату налоговой задержала но это традиция у нас новая экономическая реальность то есть сервис отличный удобный запустили мы ну когда мы инвестировали мы смотрели в том числе на сиренгию с нашим брокерским бизнесом потому что клиенты которые инвестируют в акцию достаточно активно работают с налоговой кто-то платит налоги ну хотя мы налоговый агент но чаще получают вычеты но и в том числе подразвитие потому что все таки культура выплаты налогов будет расти бюрократическая модель достаточно сложная аналогия действительно упрощает жизни часы которые вы тратите на заполнение и там может быть и дни которые сжирают у вас налоговая инспекция она берет это на себя очень удобно проект нам понравился сейчас вот очень неплохо развивается я думаю очень на всплеск будет концу года конец года скорее даже начало следующего то есть новая волна декларационная то есть но два проекта которые хотел обратить внимание было еще это инвестиции но это мне нравится больше всех понятно скажи как вы оцениваете эффективность вложения фонда финсайд который ну да это проще цифрами оценить и рэрэ наш любимый который все смотрят превышает 40 процентов за историю существования фонда на мой взгляд это отличный показатель он превышает конечно и шикарный показатель слушай а какие венчурные активы сейчас интересует ваша группа ну как я уже говорил финтех это наше все видим финтех глаза горят и повышенная лояльность а датинг то приносит меньше или больше датинг вот баду это датинг а не финтех нет ну дейтинг это наши старые инвестиции там зрелые большие компании и с точки зрения тех же самых дивидендов компании уже выросли достаточно и давно платят дивиденды они конечно больше ну в целом все таки интерес финтех это рынок относительно новый да про него все говорят уже года два но на самом деле он только зарождается и потенциально это вот такой взрыв огромный новый космос убийцы банков которые забирают их функционал делают его быстрее дешевле качественней и собственно даже центробанки понимают что у традиционных банков без мутации радикальной их бизнес модели шансов выжить нет финтех уберем уберет поэтому финтех приоритете второе направление как я уже сказал это все что связано с интернет рекламой потому что наши трафикогенерирующие компании работают не только в россии они вышли в штаты они работают в индии китае в вьетнаме и очень неплохо себя чувствуют достаточно за полгода например мы вышли на российский рынок и вышли в операционный плюс не скажу что мы крупный игрок на рынке наверно пока мы подходим только к первой десятке но тем не менее с учетом динамики отличные показатели но и дейтинг все что может усилить наши ну то есть наши дейтинговые активы это скорее уже мастодонты в данном случае речь идет об инвестициях в компанию причем даже не фондом а самим например мама и баду в те компании которые могут их усилить дать новые фишки новые ниши для развития скажи пожалуйста вот как получить инвестиции фонде но вот здесь есть все да вот не начинающие стартаперы люди которые уже создали стартапы опять же представители власти ведь фонд работает с любыми проектами будь то государственные будь то коммерческие как получить финансирование вашего фонда формально дело не хитрое хотя врать не буду из 100 проектов которые к нам приходим ну меньше одного полтора из двухсот наверное вот так вот получать инвестиции на том числе потому что и поток большой и не все проекты одинаково полезны как как называется а чтобы начать общаться с фондом зайти на сайт финсайт венчур отправить тизер по координатам которые там указывают указано ответить на вопросы аналитиков если аналитикам проект понравится вынесут на инвестиционный комитет и начнется вынос мозга с моделями планами синергиями многотичными встречами 50 вариантами структурированные сделки ну все как полагается страшно страшно и все это недели за две за три да то есть на нормально нужно быть готов что спать вам эти недели может быть не придется зато на выходе сделка слушай я предлагаю может быть подумать какую-нибудь такую историю например какой-нибудь стартап который пришел к вам ну например и мы понимаем и вы понимаете что скорее всего он получит может отправлять его к нам сюда на прокачку как бы да и прям здесь подписывать их хорошая идея попробуем красиво будет запомнил попробуем сделать лучше на этой замечательной ноте скажем так я буду тоже свои опросы у меня еще штук 10 вопросов мучить я наверно не буду имя то много или помучить как-то да как угодно так друзья есть вопросы в зале вот вопрос зал наконец-то наконец-то вопрос зала есть здравствуйте в ленте хотел спросить вот сейчас очень много говорят о том что в российской экономике нестабильность до 2019 года продлится а вот ваши прогнозы сложно сказать чаще вот тут нестабильность на самом деле вот по крайней мере для нашего основного брокерская бизнес дело хорошее но желательно если нестабильность сопровождается экономическим ростом официальная гипотеза которую озвучивают чиновники что мы вышли из рецессии и перешли в стагнацию но это называется упали на дно и поползли по нему я не очень верю что мы на дне скорее всего перспективе полутора лет мы найдем второе дно может быть и третье поэтому говорить о том что девятнадцатом году все будет хорошо но может быть начнем отрастать и на фоне восемнадцатого года девятнадцатый год будет выглядеть неплохом но я бы не советовал надеяться на сытые времена уровня шестого седьмого года времена будет тяжелый рынок тяжелый но это как раз лучшая возможность рынок захватить еще раз напомню что из компаний которые формируют S&P 500 две трети компании были созданы во время кризиса это лучшее время уходить на рынок ну что в восемнадцатом году будет лучше чем сегодня не факт скажи а существует ли тенденция глобализации венчурных рынков и участвует ли в этом процессе российские фонды спрашивают конечно присутствует вы посмотрите на инвестиции того же самого миллера который он сделал и американские и китайские инвестиции финам которые инвестируют кроме стран которые назвал еще и в украину францию польшу и ряда других стран более того глобализация она наверное многоаспектно с одной стороны деятельность фондов она глобальна они ищут проекты по всему миру с другой стороны о чем я уже говорил любой нормальный венчурный инвестор ищет проект с глобальными амбициями не компанию которая создается на одном рынке ну может быть китайский американский рынок исключения но в целом все таки локальные рынки рынки стран они не великие компании которая создается под одну страну она не очень интересна они интересны только в случае опять же понимания быстрой перепродажи глобальному игроку который хочет забрать под себя новый сегмент это тоже аспект глобализации потому что глобальные компании скупают региональных и создаются глобальные сферы влияния поэтому венчур наверное наиболее глобальный сегмент из всех которые есть сейчас то есть вы считаете глобализация и развитие айти технологии айти компании перспективы безусловно есть я правильно вас понял куда деваться конечно есть и перспективы есть и риски я вот данном случае не как венчурный инвестор как работодатель когда моих разработчиков забирают боинг забирает microsoft другие крупные компании мне вот прям душа кровью обливается но сделать что-то сложно не выкинешь я понял спасибо вам большое спасибо вам большое я Продолжение следует...